Девушки отдыхают Прощай, дорогая, всё кончилось Так должно быть Я сжигаю прошлое Патти Ты испортил собственную жизнь, малыш Это не моя вина Я сжигаю прошлое Николь Теперь нет никакой неуверенности Никаких страхов Я сжигаю прошлое Элистер? Элистер, что? Ради конца тоски Я сжигаю прошлое Эймей Мусор Я сжигаю прошлое Смерть из-за самой себя Кевин Уитли в роли сержанта Льюиса Уже очень близко Я обещаю вам, что самая сильная боль позади Это самая трудная вещь, которую вам когда-либо придется сделать Сейчас давайте все возьмемся за руки Установка такая Сконцентрируйтесь И каждый думает, что это прошлое Оно уничтожено Оно потеряло свою силу Полночь Все отлично справились, поздравляю А самое лучшее впереди Остался один час Идите и радуйтесь Вы свободны Нет Нет, честно, Рассел Не я, я не могу Ну, такого договора Вы подписали контракт Да, но я тогда не знала собственных ограничений Я не могу идти в лес Позвольте мне взять Маурин Идем Покажи мне веревки Веревок нет, Патти Вперед, Патти Едай напитки И будут ждать вас на вилле через час Освободитесь Станьте самой собой Рассел, ты подлец Элистер Кто-нибудь дома? Элистер 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 Смерть от несчастного случая, мистер Лоуренс Я понимаю так, что вас удовлетворяет решение итальянского суда? Да, я выразил удовлетворение в свое время И вы уверены, что итальянскими властями было проведено полное расследование? Да, уверен Вы можете тогда объяснить причину, почему я не могу от имени Оксфордского суда просто формально подтвердить этот вердикт? Я бы хотел наиболее ясно выразить свою позицию Каким образом? Вы были в Оксфорде, когда умерла ваша жена? Да, мой бизнес, книжный магазин Мы с женой каждое лето проводили в Италии Мы снимали там дом Ей там было легче писать Но на сей раз она посещала курс, который проводился организацией Вера в себя Да, она думала, что ей это поможет И Юрованы пользовались популярностью Но она не ценила эту популярность Мистер Лоуренс, вы упомянули свою собственную позицию Там было какое-то давление И угрозы Вам угрожали? У меня не было выбора В то время, если должны быть последствия То я... Я... Я хочу... Я думаю, на сегодня следует сделать перерыв, чтобы вы могли успокоиться Он смотался, вылетел как ведьма из преисподней прямо обратно в Италию Кронеру выступает за преследование Мы знаем точно, где он, верно? Кто Лоуренс? Да, конечно Как только он вернулся, он отметился в местной полиции Где это? Вичензе Вичензе, сэр А вы знаете это место? Хорошо, потому что вам придется поехать и поговорить с ним В Италии? Нам обоимся? Что Лоуренс сказал, когда он вернулся? Он заявил, что был в шоке и потерял голову Он извинился письменно, и Кронер сможет продолжить штамповать решение Значит, так и есть Несчастный случай, дело открыто и закрыто Оно еще широко открыто, если нам повезет Повезет? Да Как долго, сэр? Две недели Две недели? Да, после этого вы запутаетесь в красной леточке Избегайте этого Итак, здесь все документы, которыми мы располагаем Это общее расследование, сэр Общее и частное Взгляните на первое имя в списке показаний Господи Рассел Кларк, как всегда Директор веры в себя Да, это что-то типа клуба счастья К ним приезжает куча богатых невротиков из Америки и со всей Европы Чтобы их привели в порядок Миссис Лоуренс привели в порядок металлическим шипом Кто такой Рассел Кларк? Кто такой Рассел? Самый кровожадый мошенник И гордится этим Мы его, правда, подцепили Это было в 85-м, верно, Морс? Он получил 6 лет вместо 10 В результате ремиссии он отсидел только 3 Мошенничество? Он обычно действовал с полуприцепа на Оксфордской объездной дороге Забирая вдов для страховки Возможно, его подставила его подружка Моурин Дайсон Она все еще с ним Еще что-то? Нет, просто я узнал еще одно имя Это важно? Не знаю Николь Борджес, оперная певица По крайней мере, была У нее был какой-то нервный срыв Оперная певица? Держитесь подальше от обходных путей, Морс Вы идете к Кларку напрямую Слышите, итальянская речь Она звучит для меня, как стихи Да? Вон наш человек, сэр Как вы чувствуете себя сейчас, Льюис? Я? Нормально, что вы имеете в виду? Я имею в виду тяжелое молчание в самолете и напряженную сконцентрированность на бумагах Знаете, сэр, завтряд здесь на две недели, это только проверка У нас нет таких сил Это не стоит того Это выглядит слишком прямолинейным Ничего, связанное с Расселом Кларком, не бывает прямолинейным, Льюис Старший инспектор Морс, добро пожаловать Клаудио Батисте Доктор, полиция Вичанзе Очень приятно А, сержант Льюис, добро пожаловать Раз знакомству Ваш отель, прошу Надеюсь, вам здесь понравится Здесь есть все, что нужно Чудесный выбор, доктор Спасибо Они слишком шикарны для командированных полицейских, сэр Ну, роскошь оправдана, раз вы будете здесь так недолго Вам вряд ли предстоит много работы Сейчас вы сможете распаковать вещи И, как говорят американцы, освежиться А я подожду и сопровожу вас в свое Еще раз добро пожаловать Джудит Дорогой, мои журналы Я просто нашел их в холле Ни один не пропал, ты такой добрый Послушай Двое полицейских из Оксфорда, они приехали Сейчас только отдых Указание доктора Я пообещала ему перед тем, как он выпустил меня из больницы Джудит Нет, не совсем нельзя волноваться Я сказала ему Вы не знаете моего мужа Он может разогнать облака на небе ради меня Они будут задавать вопросы, и важно, чтобы мы не противоречили друг другу Мне бы даже в голову не пришло тебе противоречить Субтитры создавал DimaTorzok Ники, ключи от машины Я тебе помешал? Прости, дорогая Ты чудесно Куда ты идешь? Рассел звонил, просил передать, что английские детективы здесь Но беспокоиться не надо Я сказала, куда ты к черту едешь? Графине нужен совет Она уволила своего декоратора, он испортил ее гостиную Ты забыла о нашем договоре? После последнего примирения? Ты поклялся, что будешь со мной все это время? Я вернусь к твоему триумфу Но они захотят со мной поговорить И что, ты очаруешь английских детективов? Делай изъявление, они проверят, это мелочи Это не мелочи, это еще один резкий раздражитель А что такое пара следователей по сравнению с публикой? Последние три года не было никакой публики Ты нужен мне здесь Расслабься Позвони Расселу, он поможет Если графиня поднимает палец, я должен ехать Это бизнес, верно? Если это бизнес, пусть она платит Скажи ей про арендную плату, скажи ей Скажи, что маэстро ждет возмещения расходов Считай расходы, все будет оплачено, Николь Да, если я снова буду работать Вы часто бывали здесь, в Италии? Не очень А именно здесь никогда не был Здесь есть что посмотреть Если будет время Морс Я знал, что если кто-то приедет, то это будет Морс Это плохо? Скажем так, это вызов В Оксфорде он меня посадил О, Боже Знаете, я лучше пойду Нас не должны видеть вместе Сядьте, Кеннет Я говорил с облакатом У Морса очень ограничены возможности Его бы вообще здесь не было, если бы не я Я боюсь, что я становлюсь должником Нет, вы хотите, чтобы я боялся, что вы стали должником Можно переудомиться от вашего известного восприятия Похоже, что он здесь для того, чтобы найти убийцу вашей жены Но ведь его не существует, верно? Нет Точно? Да, но мне надо выйти Я, я, я не могу сконцентрироваться Я в шоке, я, я, я сиротел Ладно, я переведу вас в хор, Кеннет Но вы все еще в игре Сейчас я дам вам документы, старший инспектор Все записи судебной процедуры Боюсь, что помимо этого вам будет мало что изучать Потому что в стране осталось очень мало свидетелей Я поговорю с ними, с теми, кто остался Как пожелаете Я понял так, что ваше расследование всего лишь формальность Только подтверждение вердикта Вичинзианского суда Теоретически, да Я думаю, фактически тоже Я провел тщательное расследование, как вы увидите Любопытное поведение мистера Лоуренса на следствии в Оксфорде Произошло после вашего расследования, и поэтому мы здесь Я допросил мистера Лоуренса Он объяснил свой срыв, свой шок Ибо любопытное поведение ничего не меняет Возможно, я с вами соглашусь, но пока Я хотел бы использовать мои собственные методы Безусловно И, пожалуйста, используйте все наше оборудование До завтра В тот вечер шел дождь Поэтому земля уже была мягкой и скользкой Потом к полуночи дождь усилился Значит, с отпечатками не повезло Никаких отпечатков Но мы уверены, что Синьора Лоуренс шла оттуда Затем она Потеряла дорогу Здесь она поскользнулась Упала назад и напоролась на тот кол Нижний кол того дерева Странные приспособления, эти коли в деревьях Странные, опасные и экологически вредные Опоры сыр задуманы, чтобы лазить по деревьям Полагаю, они были упомянуты в инструкциях мистера Кларка? Да Он призывает своих клиентов лазить по деревьям, равно как и сжигать свои вещи Я уверен, что мистер Кларк вам сам все объяснит Вам известно, что мистер Кларк отсидел срок за мошенничество? Конечно А почему вы решили это проверить? Я не проверял Он мне сказал Это не секрет Он всем рассказывает Он читает лекции в университете о своем тюремном опыте Он даже организовал семинар По просьбе полиции Его очень уважают в нашем обществе А вы его уважаете? Да, уважаю В тюрьме он смог познать себя, простить себя, а потом и перестроить себя Себя, себя, себя Это Кларк, нам знакомо Вы скептичны, как я вначале Я думаю, когда вы встретите его снова Пойдемте Я сделала кофе, думала, они зайдут Я тоже Думаю, Морс считает себя хорошим тактиком Как ты? Это тебя, Примадонна Манеры, Маурин Чушь, Рассел Николь, доброе утро Вы, похоже, расследуете другое дело старшим инспектору Тоже дело, но под другим углом Я ничего не знаю об углах Доказательства налицо Доказательства существенные Мы с сержантом Льюисом провели над ними почти весь вечер Тем не менее, мы не смогли найти показания одного из клиентов, мистера Кларка Как его имя, Льюис? Андреас Хеллер, сэр Исчез после костра Верно Вначале я подумал, что исчезновение мистера Хеллера было важным Но когда доказательства убедили меня, что мы им делали со случайностью То это потеряло свою актуальность Могу ли я спросить, продолжаются ли поиски мистера Хеллера? Официально продолжаются Но он не оставил следов сарацином Он платил наличными По словам мистера Кларка Для вашего следствия важно найти господина Хеллера? Не обязательно Сегодня мы можем ознакомиться с материалами экспертизы? Да, работники лаборатории будут ждать вас сегодня днем А сейчас, извините, у меня не рабочее время Но держите меня в курсе событий Мой друг Томаса Салафея, он забирает меня на курс английского Старший инспектор Морс, сержант Льюис Английские полицейские Рад знакомству Взаимно Сэр, хорошо бы пообедать вместе и поговорить по-английски Нам с Клаудио нужна практика Сомневаюсь, что это возможно У наших гостей полная загрузка Тогда хотя бы позвольте мне показать вам свою коллекцию Я называю ее своей Я хранитель библиотеки в Вероне Я надеюсь, что у вас все же найдется свободное время Полицейские не могут это рассчитывать, сеньор Салафея Но это очень соблазнительное предложение, спасибо Не понимаю, зачем вам занятие английским, сэр? Вам и мистеру Батиси Вы прекрасно говорите До него дошло, верно? Что именно? Что мы не собираемся подходить к вопросу поверхностно Мы могли поговорить с Кларком утром и все закончить И оправдать ожидания Кларка Выясните все насчет отеля, хорошо? Почему? Батиси предложил весь сервис Батиси надо держать на расстоянии Возможно, нам придется показать его некомпетентность Он слишком хочет видеть Кларка хорошим Семинары для полиции, как вам нравится? Я погоню машину Семинары для полиции, как вам нравится, Кларк? Это может быть надолго Я могу не успеть, милая Да-да-да, я разочарован Он там? Позови его Он хочет заставить меня страдать, верно? Эксперт лабораторию Срочно Я сжигаю прошлое Почему не просто я сжигаю деньги? Они могут позволить себе сжечь деньги Вы видели эти свидетельства? Рок-звезды, политики, миллиардеры Игорь Миссис Лоуренс Жакет Миссис Уилкокс Пиджак и ее сына, сэр Сына преступника Шальмис Борджес А в чем заключался вклад в очищающий огонь мистера Хеллера? Письмо от его итальянской подружки Очевидно, он извинял жене Он прочел его вслух на вступительном собрании вокруг костра Он очень расстроился Это все есть в показаниях Затем он, наверное, избежал обратной жене и детям Я думаю, Кларк провел три года в тюрьме, обдумывая все это Но мы ведь не собираемся увлечать Кларка в убийстве, сэр Он ведь никогда не был жестоким, верно? Это зависит от того, что вы имеете в виду Он оставил за собой слеп из разрушенных жизней Одна из его жертв совершила самоубийство Вы восхищаетесь работой наших итальянских коллег, верно, Лиоис? Они сделали то же, что сделали бы и мы Вы проверили нумерацию этих предметов? Нет, сэр Попробуйте Я думаю, вы обнаружите, что одного не хватает Это могло быть ошибкой, сэр Весь этот сошенный материал наверняка ведь адская работа, все идентифицировать Но одного номера не хватает, а это значит, что еще один предмет был сожжен И почему они не дали вам разрешение сверить список с компьютерным файлом? Мы не отказали Они просто устанавливают резервные системы, я получу его в ближайшие пару дней Я бы на это не рассчитывал А что еще было сожжено? Мы должны выяснить Вы предлагали выпить, Лиоис? Да Опять коктейль, сэр Одну водку в ней и одно пиво вам Покажите любезность Покажите любезность Покажите любезность Покажите любезность Добрый вечер, старший инспектор Вьюся в заклад Вы не ожидали услышать Николь Боржес, вновь поющий на публике Я помню из наших бесед, что вы любитель музыки Кстати, Рассел Кларк, если вы забыли Я не забыл А это были не беседы, это были допросы В последнее время она устраивает выступление экспромтом в отелях, церквях Пытаясь обрести вновь уверенность в себе Она обратилась ко мне за помощью в прошлом году Она очень много работала В этом году она взяла повторный курс Я вас представлю? Нет Но ведь вы будете говорить с ней, со мной Когда я буду готов Я поговорю с вами, когда буду готов, мистер Кларк Сэр Я хотел позавтракать на свежем воздухе, Льюис Такова жизнь Все за счет налогоплательщиков Какие новости из Оксфорда? Заговорил помощник Лоуренса Он говорит, что Лоуренс что-то скрывает в бизнесе Делает более крупные сделки, чем говорит Неужели? Рассел, можно делать бизнес на книгах? Конечно Первые, да, нередкие книги Он составляет нам список деловых контактов Лоуренса И пришлет его факсом в ближайшие дни Вот попробуйте это, Льюис Они бесподобные Крем их фирменное блюдо Великолепно сочетается с капучино У них нет какого-нибудь бекона? Я хочу извиниться, Льюис, за то, что вчера Покинул вас так внезапно Я хотел подумать Все в порядке, сэр Я с удовольствием слушал ее выступление на бис Да, сеньор Вы слушали Верди, Льюис? Вот это то, что она пела? В любом случае, выдающийся голос Да, она, похоже, поправилась Видимо, Кларк оправдал ее доверие Перерыв на любовь Чтение для отдыха, Льюис? Мы же не на отдыхе, верно? Это то, что мой Лоуренс бросил в огонь Я подумал, что это поможет мне развлечься Проходите, сержант Льюис Спасибо, что подождали Утро моей жене нужно время, чтобы мобилизоваться Нет проблем, сэр Сейчас она в порядке, сэр? Нам сказали, что у нее был коллапс Да, от шока Ее давление сильно подскочило Пять лет назад у нее был удар И теперь всегда есть страх, что это может повториться Ну, я не собираюсь никому поднимать давление Просто несколько рутинных вопросов Чтобы коронер был доволен Да, я понимаю Это кассета, сэр, которую вы бросили в огонь Это была радиопередача? Это был женский час, сэр Выпуск, который моя жена пропустила О, моя жена тоже любит женский час, сэр Но кассета, сэр Вы ее сожгли, почему? Вы не против, если мы продолжим где-нибудь в другом месте? Да, конечно, если хотите Джудит, это сержант Льюис Правда? Я должна отдыхать, сержант, указание врача Все в порядке, миссис Хэринс Мы погуляем, чтобы тебе не мешать Я вернусь, но я не причиню вам беспокойства Не сомневаюсь, у вас такое доброе лицо Но мне на самом деле нечего добавить к тому, что ее сказал доктор Батисте И в госпитале абсолютно нечего Джудит Я не помню ни одной детали, кроме последней мысли Вон, Мэй Лоуренс пригвождена к дереву Раз в пято То есть вы ее узнали? А я думал, что вы никогда не встречались Простите Да, мы были знакомы с Лоуренсами в Оксфорде Очень поверхностно У меня одно время был абонемент в магазине Кеннета В 1986-м мне предложили кафедру в Эдинбурге В моем родном университете И, конечно, мы не встречались с ними до... Я был шокирован вновь встретить мы на собрании группы И Джудит в ту ночь испытала шок Вам надо было сказать, сэр Я пытался ничего не усложнять ради жены Миссис Лоуренс узнала вас, когда вы встретились Если и да, то она не потрудилась мне сообщить Я страдаю от жестокой депрессии, их сержант С той поры, как заболела Джудит Рутина, забота о Джудит Покупки по утрам Отдых после обеда Женский час Прогулка Чай, кровать Нужна была какая-то перемена Поэтому вы зарегистрировались в организации Рессела Кларка Да, я прочел статью в Гардиан Я настоял на том, чтобы Джудит переехала со мной в Италию Но она не смогла решиться на курсы, поэтому она осталась в отеле Я жжел кассету, сержант Потому что она символизирует все, что тянуло меня вниз Я предпочел бы, чтобы Джудит не знала Вы не сожби больше ничего Кроме кассеты, верно? Нет, ничего Почему я должен этому подчиняться? Все позади Я написал коронеру в Оксфорд и сообщил, что я удовлетворен заключением о несчастном случае Вы упомянули угрозы, сэр, и последствия Я был расстроен по понятным причинам Я не понимал, что я говорю Ваш срыв начался, когда коронер затронул работу веры в себя Неужели? И что вы хотите этим сказать? Я понимаю, ваша жена советовалась с директором, Расселом Кларком Вы это поощряли? Не поощрял и не порицал Она говорила, что хочет очистить свой мозг от мусора Это было ее решением Он ваш друг? Кларк? Я его едва знаю Только как члена местной англоговорящей общины Знаете, я вряд ли смогу вам еще чем-то помочь, старший инспектор Вы собираетесь уехать, мистер Лоуренс? В свое время Дом мне сейчас непосредством Доход Мэй был невеликим, но он помогал платить ренту Кеннет! У вашей жены был прекрасный вкус Я этим не могу похвастаться Но как бы там ни было, я беру все Завтра рассчитаемся Представьте меня Патти, старший инспектор Морс Миссис Патти Уилкокс Из Глендейл, Калифорния Знаменитый детектив, который держит всех нас в напряжении Я видела вас возле отеля Когда вы собираетесь поговорить со мной? Не могу сказать, миссис Уилкокс Сделайте это во время коктейля Номер 14, второй этаж Извините Привет, Маурин Помощница мистера Кларка, я полагаю Да, Маурин, прошло шесть лет Не трогайте прошлое, Морс Почему нет? Это все, что нас объединяет Если вы не хотите говорить, то почему я везу вас обратно? Это меньше из двух зол Я не могу вынести мисс Америку ни минуты больше Да, она выглядит довольно требовательной Да, как и остальные Остальные? Богатые придурки Я думал, вы нашли себя в мире личного роста Вы записаны как координатор Звучит как ступень выше, чем... Кем вы были в Максфорде? Помощником в магазине? Я была квалифицированным косметологом А, да, и Рассел интересовался вашими пожилыми клиентками Я была оправдана, не так ли? В то время вы поступили справедливо В то время вы были девочкой Я не думал, что вы будете его ждать Может, я больше и не буду ждать Вы все еще заходите выпить в Краунморс? Время от времени Кто-то меня там еще помнит? У вас ностальгия, Маури И вы не верите в эту абсурдную веру в себя Она себя окупает Легально? Легально Психобизнесом можно заниматься любому Морс Если вы хотите взять Рассела за Лей Лоуренс Забудьте об этом Он был на вилле, когда это случилось Со мной и шестью свидетелями Я знаю Как он относится к Кеннету Лоуренсу? Рассел дружит со всеми Мистер Лоуренс слишком торопится Замести все следы усопшей Почему? Возможно, он узнал что-то про нее Узнал что? Мне надо идти Узнал что? Ничего Возьмите, это они мне больше не нужны Ну же, Моурин, вы моя должница Я за вас заступился Хорошо У Мэй Лоуренс был с кем-то роман С одним из мужчин на курсе Я не знаю с кем Откуда вы это знаете? Ее комната была напротив комнаты Этого долговязого профессора В ночь перед ее смертью Мне надо было пойти к нему И попросить выключить радио Потому что были жалобы Когда я пришла, кто-то вышел из комнаты Мэй Я не разглядела, кто Вы рассказали еще кому-нибудь? Расселу, Батисте? Нет Спасибо Если я что-то могу для вас сделать В разумных пределах Вообще-то, есть Что? Это Старший инспектор Морс? Да Мисс Борджес? Я бы хотела с вами поговорить Когда у вас восстановится дыхание Перерыв на любовь, Льюис? Тут много про разрыв тканей души Уже одно это звучит как мотив для убийства Мисс Борджес ждет в машине Она говорит, что хочет поговорить со мной наедине Наедине? Да Почему бы вам не осмотреть окрестности? Тут есть карты и прочее Подождите, сэр Утром я говорил с Хэнсами Выяснилось, что они знали Лоуренсов в Оксфорде много лет назад Да? Хорошая работа, Льюис Поговорим об этом позже Эй, осторожно Сэр Где вы это взяли, сэр? Сэр Сэр Здравствуйте, сэр Здравствуйте, сэр Здравствуйте, сэршант Льюис Сэр, вы на дежурстве? Да Могу чем-то помочь? Я передал запрос на повторный просмотр материалов экспертизы Могу я сделать это сегодня? Все будет в порядке Какой-то определенный предмет? Нет, нет, просто вообще-вощая проверка Нет проблем, я должен ехать Мне просто Breathe Я посмотрю Я делаю Сэр Какой-то Я делаю КОНЕЦ Просто неожиданное удовольствие, мисс Борджес. Можете называть меня Николь. А как обращаться к вам? Морс. Просто морс. Неужели? Вас так называет ваша жена? Я не женат. Разведены? Нет. Мудрый человек. Вчера я слушал ваше пение. Ну и как? Вы думаете, я вернулась в форму? Вы слышали меня раньше? У меня есть почти все ваши записи. Прекрасные времена, когда я делала записи. Вы потрясающе пели. Лучше, чем когда-либо. Значит, я должна быть благодарна Расселу. Рассел Кларко. Рассел Кларко. Рассел Кларко. Рассел Кларко. Рассел Кларко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Великолепный обед, и все это... Берегитесь серьезных романов с Италией. Берешься? Простите. У меня привычка обвинять страну за собственные глупые решения. Но ведь здесь ваша жизнь. Если это можно назвать жизнью... Тогда почему вы не уезжаете? Дом это там, где долги человека. Я не знаю. Вначале все было романтично. Первый успех был в Вероне. Мне было 24, я купила дом, приобрела мужа, продолжала петь. Но вдруг у меня появилась боязнь сцены. И я бросила все. За мной работало большинство психиатров в Европе перед тем, как я встретила Рассела. Как вы его встретили? Гуи, да мой муж, привел его, когда я была в отчаянии. Я решила, что мне нечего терять. Кроме денег. Да нет, в моем случае Рассел отказался от гонорара. Он сказал, что я могу расплатиться со своей следующей записи. Придает уверенности, верно? Итак, с одной стороны, мистер Хларк преуспевает, а с другой стороны, он... Лживый торговец. Конечно, все это лазанье по деревьям. Господи, прости, чтобы почувствовать пульс природы, сжигание прошлого. Покинутый период. Игра в монополь помогает покинуть все гораздо лучше. Это только упаковка. На самом деле, суть в том, что он был внизу, в этой яме. Он может описать. Унижение, отчаяние. Он признается. Психиатр не может этого делать. И тогда он подталкивает признаться своих клиентов. Вчера вечером он показал меня... Вам, верно? Подозреваю, что да. Давайте пройдемся. Честно говоря, я сыт этим по горло. Да, он пошел по делам. Оперная певица. Поэтому, я думаю, он это растянет. Да, мне жаль, дорогая, но я ничем не могу помочь. Я не понимаю связи с Мэй Лоуренс. Правда? Я тоже читаю одну из ее вещей. Ужасно. Почему вы привели меня сюда? Здесь я чувствую себя спокойно. И есть причина, по которой я хотела поговорить с вами. Я пытаюсь вернуться на сцену в воскресенье. И вновь Верона. Никакой рекламы, и, конечно, это может оказаться большей ночью для дублеров. Плюньте на дублеров. Мне нужен чистый путь. Он у вас есть. Я удовлетворен, я читал ваши показания. Тогда мне лучше сказать, что я не писала. Исчезнувший человек Андреас Хеллер. Да, что с ним? Это я ответственна. Я сказала ему уйти. Я сказала ему, что остаток курса ему не нужен. Когда-то я поступила так же, и я сказала ему вернуться прямо к жене и детям. Тогда почему вы не сказали об этом Батисте? Потому что он уже решил, что мы умерли от несчастного случая. Я подумала, что если он поедет за Андреасом, то его жена узнает о его подружке, а именно этого бедняга пытался избежать. Это важно? Я не думаю. Слава Богу. Давайте найдем вино. Морс. Это принадлежит вам? Виноградник? Это остатки наследства Гуидо. Мы с этого живем с тех пор, как завяли мои гонорары. Ваше замужество... Это... Позади. Почти. Нелли. Я сказала вам, что приобрела Гуидо вместе с декорациями. Декорации более надежны. Этим ваш муж зарабатывает? Он не занимается такой грязью, как заработок. Он вырос в окружении красивых вещей. К несчастью, они рано исчезли. Сейчас он подрабатывает картины, каллиграфия, дизайн. Он талантливый, но не старательный. Попробуйте вино. Сожалею, но вина нет. Неважно. Я хотел вас спросить. Вы сожгли в костре шаль, верно? Да, мой защитный покров. Обычно меня била дрожь перед сценой, я в нем укуталась. Рассел убедил меня, что я в нем не нуждаюсь. Вы сожгли еще что-нибудь? Нет. Выглядит глупо жечь вещи, но тогда это очень ободряло. Мне жаль. Возможно, приезжать сюда было не лучшей идеей. Николь, с вами все в порядке? Да. Но с меня достаточно. Вы помните письмо, которое Эндрес Хеллер прошел вслух и бросил в огонь? Я думаю, оно было от Мэй Лоуренс. Эти карты, которые вы мне дали ее. Она оставила на них записи, в тех местах, где она была. На сожженном кусочке письма из экспертизы, тот же почерк. Я проверил. Так Хеллер был любовником Мэй Лоуренс? Что? Это выяснилось сегодня утром. Не было времени вам сказать что-то еще? Да. Да, я снова проверил номера. Сейчас все в порядке, они соответствуют компьютерному файлу. Это только подтверждает, что предмет был изъят. Еще кое-что, сэр. Батиста следил за Кеннетом Лоуренсом. Они следили за ним около банка. Молодец, Льюис, пошли. Хеллер сказал группе, что роман длился год. Он хотел его закончить. Он подал Мэй Лоуренс закодированный знак. Такой шум вокруг романа, старший инспектор. Это так по-британски? Это новое доказательство. Чего именно? Убийство? Я своими глазами видел невезучую леди с шипом в спине. Включите фантазию, старший инспектор. Есть гораздо более легкие и надежные способы убийства. Я думаю, вы изучили отчет патолога Анатома. Это доказательство неполного расследования. Вы сомневаетесь в моей профессиональной честности? Мой сержант сегодня был в лаборатории. Номера в файле были изменены после предыдущей проверки. Это важно. Вы раскрыли канцелярскую ошибку. Браво. Вы никогда не встречали ничего подобного за все годы в полиции Оксфорда? Встречал, конечно. А это Италия. Это не может быть ошибкой. Это, наверное, коса, Агабар. Некоторые аспекты расследования остаются невыясненными. Возможно, для вас. У вас ведь нет занятий получше, чем совать нос? Вы не можете закрыть глаза на связь между Хейлером и Кларком. Я знаю Кларка. Я знаю, на что он способен. Ваша самоуверенность меня поражает. Вы занимаетесь личной местью мистеру Кларку без всяких улик и ожидаете, что я буду вам помогать. Вы просили сообщать вам о прогрессе. Да, я сделал. Если прогресс будет, то, пожалуйста, сообщите. Почему вы его не прижали, сэр? Чем? Тем, что мы знаем, что он следит за Лоренцем. Потому что мы не должны знать. Если мы сейчас скажем, то шторы опустятся до конца. Мы не стали ближе к раскрутке Кларка. А если Батисте прав, сэр, то это просто несчастный случай. Когда вы разглядите контекст, Льюис, есть что-то такое, похожее. Комната в Оксфорде. Записка в конверте. Женское тело, висящее на двери. Она хотела дать показания против Кларка, но ее нервы сдали. Видимо, под его влиянием. Это его почерк. КОНЕЦ 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 МАЛЕНЬКИЙ СУПРУЖЕССКИЙ РАЗЛАД ПРОСТИ ЕСТЬ ЕЩЕ ВОПРОСЫ? БОЮСЬ, ТОДА ПОСЛЕ РЕПЕТИЦИИ? РАССЛ 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 КОНЕЦ КОНЕ ПРИХОДИЛ БАТИСТИ ОН ХОТЕЛ ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗЕЦ ПОЧЕРКА МОЙ ПОХОЖЕ, ХЕЛЕР БЫЛ ЕЁ ЛЮБОВНИКОМ ПОСЛЕДНИЙ В ДЛИННОМ РЯДУ, КЕННЕТ У ВАС НЕ БЫЛ ИЛЛЮЗИЙ НАСЧОТ ВАШЕЙ ЖЕНЫ, ПОЭТОМУ ВЫ ОТДЕЛАЛИСЬ ОТ ЕЁ ВЕЩЕЙ ПОЕ, ЧТО Я ЗНАЛ, НО ЭТО ДРУГОЕ, ОН ПРОВЕРЯЛ, ВОЗМОЖНО, ОТ ДАЖА СОМНЕВАЕТСЯ, ЧТО ЭТО БЫЛ НЕЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПОЧЕМУ, ЧТО ВЫ СКАЗАЛИ? НИЧЕГО, НО Я ХОЧУ, ЧТО БЫ БЫЛО ЯСНО, ЧТО Я АБСОЛЮТНО ОТКЛЮЧЕН ПОСТО ДЕЛАЙТЕ, ЧТО ВАМ СКАЗАНО, И ДЕРЖИТЕ РУД НА ЗАМКЕ РАЗВЕ НЕЛЬЗЯ ОТЛОЖИТЬ? В СМЫСЛЕ, НЕТ НЕТ, НО Я В ПЛОХОЙ ФОРМЕ НУЖНО БЫЛО БОЛОТИ ОДНИМ ИЗ МОИХ КУРСОВ, КЭННЕТ Я ВЫ ПРИВЕЛ ВАС В ФОРМУ, ИДИТЕ ДОМУ И ЖДИТЕ ПОСТО ДЕЛАЙТЕ, ЧТО В ДЕЛАЙТЕ, ЧТО В ДЕЛАЙТЕ ПОСТО ДЕЛАЙТЕ, ЧТО В 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 Д Андреас? Извините, подождите. Андреас? Андреас? Андреас, ради бога! Льюис! Белая кепка! За ним! Это Хеллер! Что еще вы сожгли в срачену? Ничего. Пожалуйста. Первое признание в любви Гуидо. Он был студентом на кафедре изобразительного искусства, когда я выступала в дебюте. Он принес его к служебному входу с розой. Это было что-то в стиле ренессанса. Свиток на светящемся пергаменте. Он написал поэму о добродетеля хорошей женщины. Красивейшая каллиграфия. И ложь от начала до конца. Он знал, что вы собираетесь это уничтожить? К тому времени он сделал еще несколько. К сожалению, не для меня. Все такое жалкое. Андрея с его маленькими секретами. Рассел со своими буйными ритуалами. Знаете, что он говорит? Отрицать страх бессмысленно. Надо взглянуть ему в лицо, соскучиться, и затем идти вперед. Я думала, что иду вперед. Извините. Мне нельзя плакать. Это плохо влияет на голос. Извините. Извините. Пьера Конти, менеджер-регистратор. Этот человек, за которым вы бежали, он работает в туристическом агентстве в Женеве. Его зовут Луи Пикард. Да? Что еще вы о нем знаете? Ничего. Я редко его вижу. Сегодня он зашел только из-за спора о местах. Я позволила себе забеременеть. Большая ошибка. Измена. Я думала, он свыкнется с этой идеей, чтобы было наивно с моей стороны, потому что он отбросил все заявления, когда позже у меня случился выкидыш в Нью-Йорке. Я справилась с разочарованием. Я даже шутила. Кому нужен ребенок, когда есть Гуидо? Хорошей бы матерью я стала. Чем-то между Кармен и Тоской. Я собиралась его оставить. Только когда я стала сходить со стена, и через шесть месяцев я оказалась в Италии без карьеры и места, куда пойти. Плохо, когда ты лжешь сам себе. Опять, Рассел. И в чем вы себе солгали? Что мне это не было важно. Было. И есть. Вы обсуждали это с группой? Рассел и... Ну и что? Я не знала всего, пока не пришла сегодня сюда. Почему вы хотели знать, что я еще сожгла? Плохие новости, верно? Не сказано. Если бы я попросила вас отложить, пожалуйста, только до конца выступления. Вы ведь все равно придете? Я устрою. Я бы очень хотел. Вы не сказали, как я пела. Бесподобно. Луи Пикард из Женевы, сэр. Позвоните батисте и скажите многозначительно, что он искал не того человека. Вы узнали что-нибудь, сэр, от мисс Борджос? Наводка на исчезнувший предмет экспертизы, я полагаю, и расскажу вам все вечером. Ключи от машины, Льюис. А, старший инспектор Морс, извините, что заставил вас ждать? Встречи. Вечные встречи и обсуждения, которые ни к чему не ведут. Звучит как полиция, сеньор. Чем я могу вам помочь? Я подумал, если это удобно, я бы принял ваше приглашение об экскурсии по библиотеке. Вы выбрали то утро, когда я занят. Я сожалею, если бы вы сначала позвонили. Не извиняйтесь, пожалуйста. Я сам осмотрю коллекцию. Есть что-то определенное, что бы вы хотели увидеть? Возможно, что-то по вашей линии. Вы числитесь в каталоге как специалист по манускриптам 16 века. Тут есть, как видите, несколько великолепных экземпляров. Да, для меня это новая область. Что это за материалы? Пергамент, чернила? Чернила, да. Смешаны с самим художником. Золотой лист, серебряный лист. На пергаменте редкого качества. И высокой ценности? Да, они бесценны. А сейчас я должен идти? Да, конечно. Может, в другой раз. Вы собираетесь вернуться? Возможно. Счастливо. Счастливо, инспектор. Доктор Батисте, пожалуйста. Слушайте, сын, я же тебе сказал, нет смысла дуться, верно? Это просто расстраивает твою мать. Я готов сломать шею, чтобы там быть. Дай трубку маме, ладно? Да, я знаю, милая. Сейчас все стало серьезнее. Да, я думаю, придется. Да. Да ты что, женский час? Когда это было? Можешь вспомнить, как она называлась? Старший инспектор, сожалею, что заставил вас ждать. Можно предложить вам выпить? Нет, спасибо, мистер Кларк. У меня есть парочка из ряда, вон, выходящих виски. Нет. Нет. Я любитель бренди. Присаживайтесь. Небольшая смена декораций после нашей предыдущей беседы, состоящей из вопросов и ответов. Чем могу помочь? Я хочу посмотреть ваши записи. Мне нужны имена клиентов, которые у вас числятся с момента открытия организации. Я думаю, вы знаете, что это считается письменным доказательством, которое вы не можете требовать в рамках данного расследования. Вам есть что скрывать? Совершенно нечего. Но записи конфиденциальные, я должен охранять своих клиентов. Осмелюсь сказать, что вся информация, которая мне нужна, здесь, среди рекомендаций. Вопрос только в определении одного конкретного миллионера. Какой сильный запах денег. Завидуете известным и богатым? Вы бы не завидовали, если бы у вас была моя работа. Среди них мало счастливых. Какой квалификации вы обладаете для вашей работы? Никакой, кроме опыта. Но сами знают об этом с самого начала. Сами? Да, мои клиенты известны как сами. Стать настоящим собой – это степень индивидуального достижения. А Андрес Хеллер стал настоящим собой. Андрес вряд ли, он не закончил курс. Он также не назвал свое настоящее имя. Его зовут Луи Пикард. Я нашел его сегодня утром. Неужели? Это все, что вы можете сказать? С его появлением дело придется вновь открыть. Подумайте о последствиях. Подозреваю, что вас ожидают руины, мистер Кларк. Я полностью доверяю мнению Батисте, что смерть Миссис Лоуренс была трагической случайностью. Тем не менее, если я могу еще чем-то помочь, вы ведь не придадите ничего доверия, если мы обсудим предмет судебной экспертизы, верно? Ведь наши клиенты идентифицировали предметы, которые они бросили в очищающий огонь. Там был один уголок от вещицы, которая выглядела как предмет искусства. С блестящими буквами. Нет, ничего похожего на это описание. Он не опознан. Не заявлен. Но он там. Я говорю, кондиционер не работает. Он неэффективен. Я оставлю на максимум, и оттуда идет запах от стойника. Можете это исправить. Здравствуйте. Вы ведь сержант. Сержант Клевис. Миссис Уилл, как сверна. Да, и вам пора со мной официально поговорить. Знаете, вы вносите здесь большое напряжение, вы великий следователь. И мне надо кое-что объяснить. Объяснить? Конечно. Я хочу, чтобы было ясно, что когда я сожгла пиджак своего сына, я не сжигала своего мальчика символически, а только связь. У нас есть ваши показания, миссис Уилл, как с... Мы с вами свяжемся. Вы любите веселиться, сержант? Веселиться. Мы каждый вечер встречаемся в баре группы англичан-американцев. Сегодня мои проводы. Почему бы вам не присоединиться, возьмите великого следователя, похоже, ему не помешает развлечься. Посмотрим, что он скажет. А как насчет завтрака прямо сейчас? Нет, спасибо, я по магазинам. Кто там? Рассел Кларк, миссис Хэйнс. Мы можем поговорить? Сожалею, вы... Я еще не одета. Вы поймали меня вдовольна. Я выгляжу как пугало. Совсем нет, миссис Хэйнс. Мне надо поговорить с вами сейчас. Но моего мужа нет дома. А я пришел именно к вам. Сразу к делу, миссис Хэйнс. У меня кризис памяти. По сути своей работы я становлюсь соучастником секретов. Секретов? У вашего мужа есть секрет. Обычно я храню все секреты в тайне. Но секрет вашего мужа вовлек полицию. О, боже. Где вы были, Юйс? У меня ушел час на то, чтобы найти это. Разогнать облака Мэй Лоуренс. Вы становитесь фанатом? Взгляните на первую страницу, сэр. Второй параграф снизу. Ее смех звучал раздражающе, хотя он хорошо сочетался с рюшевой розовой блоской. Она обратилась к профессору, своему мужу. Ты бы разогнал облака на небе ради меня, верно, дорогой? Сказала она. Это Джудит Хэйнс. Мэй Лоуренс высмела ее в книге. Опубликована пять лет назад, когда у миссис Хэйнс был удар. В прошлом году одна из передач цикла «Женский час» была посвящена этой книге. Жена мне рассказала. И это было записано на кассету, которую Хэйнс выбросил в огонь. Кларк наверняка об этом знал. А как с этим вяжется любовное письмо Николь? Почему Баттист изъял его из экспертизы? Не забывайте про время, Льюис. Забудьте канцелярские ошибки. Баттист и знал, что мы приедем. У него была куча времени до нашего приезда. Пришел его друг из библиотеки. Салафи, специалист по манускриптам времен Ренессанса. И по редким книгам. И Кеннет Лоурен занимается редкими книгами. И Кларк выглядел очень неприглядно, когда я упомянул о манускриптах. Вы что, говорили с ним сейчас? Вчера вечером. Просто он только что был здесь. Я хочу, чтобы все было проверено. Мне нужны все контакты Кеннета Лоуренса. Срочно. Затем нужно сверить их с именами так называемых клиентов Кларка. Но, Бога ради, где он? Приведите врача немедленно. Сейчас мне наплевать, приведите его. Он должен быть доступен. Что такое, мистер Хейнс? Это моя жена. Миссис Хейнс. Сержант. Какое доброе лицо. Держитесь, милая. Все будет хорошо. Доброе. Будьте добры, Каллистару, хорошо? Он сделал это ради меня. Сделал что, миссис Хейнс? Он не мог этого сделать. Трагедия. Почти поправится, и вдруг... Я думал, она выдержит. Вы с ней говорили? Ничего, она не сказала ничего важного. Она сказала, что у сержанта Льюиса доброе лицо. Я хочу поговорить с вами, старший инспектор. Немедленно в моем офисе. Поговорите с мистером Хейнсом, Льюис. Сейчас. Ужасная смерть. В ней не было необходимости, старший инспектор. Я согласен. Я считаю вас частично ответственным за нее. Вы считаете меня ответственным? Конечно, сеньора Хейнс была слабой и нервной женщиной. Я знаю, поддающийся внушению, легко пугающийся. Именно. И что могло бы быть более пугающим, чем та атмосфера, которую вы создали вокруг этого следствия? Сомнения, подозрения в некомпетентности моего расследования. Я не верю, что из-за этого она покончила с собой. Лучше вам сказать, что Розела Кларка видели в отеле сегодня утром. Опять игра фантазии. Уезжайте домой, старший инспектор. Уезжайте, пока не выставили себя на посмешище. Что такое? Спасибо. Уи Пикард задержан. Пойдемте, побудьте на допросе. Вы убедитесь, что дело закрыто. Это не вся история Пикард. Вся, я клянусь. Я удовлетворен, старший инспектор. Я далек от удовлетворения. Вы проверили мою кредитную карточку. Я заплатил за бензин в 11.35, в тот вечер, и поехал в сторону границы. Мэй еще была жива. Я не убивал ее. Я любил ее. Пожалуйста, моя жена. Она не должна знать. Хватит. О чем был договор, Пикард? Какие указания вы получили от Кларка? Как вы смеете злоупотреблять моей вежливостью? Вы пригласили мне допросить его о несчастном случае. Вы его слышали, он с этим не связан. И это конец вашего следствия. Это не все. Далеко не все. Почему вы следите за Конетом Лоуренсом? Я сказал, что это конец. Когда вы уезжаете, старший инспектор? В Оксфорде нас считали не очень удачной парой. В Оксфорд. Мне бы казались преданной парой, сэр. Профессор и машинистка в колледже. Джудит считали смешной. Но это неправда. Она была... Экзотичной, хрупкой, чувствительной. Интересной. Вы читали эту мерзкую книжонку? Я прочел достаточно. Миссис Лоуренс не могла быть очень милой. Она была ужасной женщиной. И посредственной писательницей. Слишком поверхностной по Оксфордским стандартам. Конечно, книгу читали, и были комментарии. Для Джудит это было слишком тяжелой нагрузкой. Я думаю, она даже обрела какой-то покой после удара. В Эдинбурге ей было легче. А я скучал по Оксфорду. Потом, прошлой зимой, в цикле «Женский час» была серия программ, и перед заключительной передачей у Мэй Лоуренс взяли интервью. Она сказала, что проводит лето в Вичензе, и собирается взять курс в зере в себя. Так вы запланировали поездку? Да. Не рассказывает Джудит. Я хотел показать мышь, что она наделала. Она меня даже не заметила. Я крутил кассету снова и снова, громко, в своей комнате. Ничего. Абсолютно. Никакой реакции. Но это ведь не станет известным. Насчет Джудит. Что вы имеете в виду? Кто ночь Джудит приехала на вилу, потому что она узнала, что Мэй Лоуренс тоже была на том курсе. Она боялась, что я могу сделать. Я уверен, что это был просто импульс. Толчок. Вы хотите сказать, что ваша жена убила Мэй Лоуренс, сэр? Ну, конечно. Она думала, что это сделали вы. Морс, подходящее время. Как насчет прощального поцелуя? Очень смешно, Моурин. Уходите. Я уезжаю в Америку. Вот моя машина в аэропорт. Это меньшее, что вы можете сделать после того, что я сделала для нее. Почему Америка? В Рассу есть контакты. Они хотят сделать там отделение веры. Я должна координировать приготовление. Он думает, что ответственность даст мне стимул, которого мне не хватает. Он видел нас с вами в тот день. Это его завело. А это даст вам стимул, которого вам не хватает? Кто знает. Возможно, однажды мы с вами встретимся в Крауне. Бедная Джудит. Я собиралась отменить, но потом вспомнила, что Рассел сказал бы, что жизнь продолжается. Верно, Рассел? Что я здесь делаю? Я недавно осиротел. Вы сделали усилие, чтобы отложить горе и достойно проводить нашу гостью. Общайтесь. Когда умерла Мэй Лоуренс, Пикард заполнял свой бензобак в гараже. Это подтверждено. Он не в бегах. Список бизнес-контактов Лоуренса пришел из Оксфорда. Одно из имен совпадает с именем в брошюре. Кто это? Герберт Фаррес из Чикаго. Коллекционер. Он написал одну из рекомендаций. Сейчас это уже неважно, верно? Так мы что, все бросаем, сэр? Альтернативы нет. Мы сделали то, зачем мы приехали. Все остальное касается только Батисте. Как он четко дал понять. Мы должны подцепить Кларка, сэр. Почему такая внезапная перемена, Льюис? Способ, которым он уничтожил миссис Хейнс. Почему он это сделал? Потому что он знал, что я ищу возможного убийцу. Он попытался его предоставить. Чтобы мы с вами не знали, я не могу его трогать. Пошли выпьем, Льюис. Ладно, это был несчастный случай. Тогда почему Лоуренса говорил об угрозах в суде? Угрозы не имели отношения к смерти его жены. Значит, к чему-то другому вещь, которую ищет Батистей. Может, лучше поедим, сэр? Что он тут делает? Кто он? Гуидо. Он женат на Николь Борджес. Сержант, что ты подсказала мне, что вы не сможете противостоять? Я узнаю мужчин, которые любят веселиться. Я не уверена насчет великого следователя, но, возможно, мы сможем его смягчить. Нет, нет, спасибо, миссис Уолкакс. Мы спешим. Почему бы вам не поселиваюсь? Развлекитесь. Ну, сэр, утром все расскажете. А где будете вы? Вас отпустили, сэр. Старший инспектор. Очень жаль по поводу Джудит Хейн. Я ее едва знал, но она показалась мне довольно неустойчивой. Очень жаль. Извините. Я ее едва знал, но она неустойчивая. Я ее едва знал, но она неустойчивая. Я ее едва знал, но она неустойчивая. Он ее едва знал, но онаeeeeve infection, Ну, когда жаль от Живы немногоhetная, Я его видел. Трогал. Оно блестело, как тост в библиотеке. Вам не надо было идти одному, сэр. Перестаньте быть нянькой, Льюис. Это не был один из них, кто вас ударил. Они были на вечеринке до конца. Полагаю, что могло бы быть и хуже. Не так глубок, как колодец, не так широк, как церковная дверь, но пригодится. Вы что? Ромео и Джульетта. Вы не думаете, что это могла быть женщина, сэр? Вчера там была только ее мисс Боржес, и вы были у нее. Да. Это могла быть женщина. Доктор, это старший инспектор Морс. Я бы хотел с вами поговорить. Ходите. Вы получили траву? Да. Садитесь. Опять вмешивайтесь, да? Вы ведь не подвергли опасности действия полиции? Надеюсь, что нет. Но это произошло в студии Гуида Вентуры. Господи, если вы приложите немного ума, то все войдет. Мой любимый сыщик. Кто был королевой балов вчера вечером? Покидайте нас, миссис Уилкокс. Вагон должен катиться, мы едем в Рим. Заедем в Берону на концерт. Возврат Николь, если у нее получится. Почему вам не приехать? Мы все встречаемся в кафе на улице Паскаля. Нет. Нет. Вы сказали тоже вчера, но пришли, сержант. Вы веселый человек. Бросайте своего серьезного коллегу. Послушайте, я еще могу уговорить вас на завтрак. Нет, спасибо. Я жду своего... серьезного коллегу. Пока, сержант. За Лоуренсом и Кларком следят с момента вашего появления. Почему вы мне не сказали? Потому что это не было связано с нечастным случаем, и поэтому вас не касалось. Вот это специальный журнал «Искусств» с разделом о частной продаже манускрипта в Лондоне. Первый из двух. Кеннет Лоуренс был безымянным дилером? А где он это взял? Я точно не знаю. На такие сокровища можно наткнуться по воле случая, но это точно из этой области. Мой друг Томасо утверждает, что этот манускрипт является работой «Либерали» из «Вероны», одного из наших известных художников. Он изумительный, его подлинность установлена. Второй манускрипт? Второй. Фальшивка, полагаю. Это то, что я ищу. Куидо Вентура. Да. Мы не связали это с кусочком пергамента, найденного в огне. Но почему они занимаются подделками сейчас? Это неразумно. Из-за этого утечка информации, о которой они не договаривались. Великие произведения искусства нельзя вывозить без разрешения правительства, поэтому они вывезли гениальный манускрипт «Либерали», и их клиент нервничает. Он срочно хочет получить вторую часть сделки, и поэтому он вряд ли будет проверять его подлинность. Классическое мошенничество. Синьор Лоуренс? Да, что такое? Пройдемте с нами. Какова причина? Это возмутительно. Пройдемте с нами. Это приемы полицейского государства. Ну, Лоуренс, манускрипт. Какой манускрипт? Где он? Кто должен доставить его Герберту Фарресу? Опять это имя? Вы его знаете? Я знаю о нем. Вы совершили эту сделку. Где об этом сказано? Это устроил Кларк. О какой сумме речь? 4 миллиона 5? Но в следующий день после продажи из Лондона была переведена большая сумма денег на ваш счет в Вичензи. Комиссионная, верно. И что-то в счет второго манускрипта. Почему вы меня здесь держите? Во вторник вы выбрали две трети этой суммы наличными. Сделка трех сторон. Вы и ваши друзья. Мне нужны наличные. У меня такой бизнес. Чего меня обвиняют? Кто научил вас технике номеров и имен? Вас напаскал Кларк, верно? Не понимаю, о чем вы говорите. Ничего, его багаж чист. Он должен быть где-то. Их клиент на месте. О боже, конечно, Маурин. Маурин в Америке. Пеньюра Дайсон? Яна сказала вчера вечером, что уезжают. Полагаю, она могла вывезти... Мы проверим ее маршрут. Все в порядке, сэр? Нет, Льюис, не в порядке. Главный вас надул. Лоуренс, приманка. Они знали, что мы его возьмем. Мы потратили время. Я не могу задерживать Лоуренса. Отпустите его, он побежит к Кларку. Я думаю, что Кларк точно будет в Вероне. 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 Субтитры делал DimaTorzok Не повезло с Моурин Дайсон Вы были правы Она уехала только сегодня утром Ее выскали? Опять ничего Предлагаю ее окружить остальных Вы идите Как вы? Не говорите ничего до выступления Вы пришли рано Я на службе В чем дело? Николь Вы должны верить, что мне важно Чтобы у вас все прошло хорошо Но есть одна вещь, которую я должен знать Сейчас Где вы были вчера вечером? Я осталась у дирижера и его жены Я не хотела ездить сегодня Слава Богу Это Гуидо, верно? И эти деньги Я не могла вам сказать Но он не... Это не связано со смертью моей, верно? Нет, больше вопросов нет Так что теперь делать? Я желаю вам успехов сегодня Обычно я целую, когда желают успехов Когда я увидела вас впервые, вы целовались с Моурин Против Оли Простите, сеньора Потом будет шампанское, если я справлюсь Справитесь Что вы здесь делаете? Вы же должны лететь в самолете обратно в Англию Я пришел вас предупредить Они за нами следят Я был арестован Так и было, задуманный идиот Что? Просто уезжайте Нет, послушайте, мне все время угрожали Он мне угрожал Вы тоже, мистер Кларк Я настаиваю Вы об этом пожалеете, инспектор Боюсь, вы будете выглядеть величайшим дураком на земле Я рискну Печальная правда в том, доктор, что вы позволили себя надуть Этот человек одержим идеей уничтожить меня Меня ждут друзья, мы можем идти? Да Будет жаль разочаровывать ваших друзей Продолжение следует... Что происходит? Я должна была занять место в опере? Извините, Синерина Уилкокс Ну, возникла одна проблема Объясните ее, прежде чем вся полиция ознакомится с моим нижним бельем Вы не обязаны ничего говорить, Патти Не будьте глупцом, Рассо, это же полиция Из Рима вы едете в Америку, верно? Да, верно Вы дружите с Морин Дайсон? Конечно, она милая и любезная девушка Вы договорились встретиться в Америке? Не знаю насчет встретиться, но она сказала, что зайдет помочь мне распаковать вещи Слушайте, что происходит? Все эти ваши приобретения, которые были в отеле Да, в моей комнате, а что? Зеркало Возможно ли, что кто-то вчера заходил в вашу комнату? Да? Нет, откуда мне знать? Я всю ночь развлекалась с сержантом Либерали из Вероны или оригинал Гуэда Вентуры? Гуэда, что ты к черту затеял? Придворяйтесь до конца, Хварк Я хочу объяснить, что ничего об этом не знал Мне угрожали Вентура угрожала мне, когда я пытался отстраниться Он сказал, что случится что-то ужасное И я согласился на сделку Когда моя жена умерла Я подумал Вы подумали, что они убили ее, чтобы напугать вас Они сказали, что я все равно в игре, что я задействован Теперь вы, Хварк Это должно быть ужасно жить с вашим уровнем недоверия, Морс Знаете, что я думаю? Это сексуальная несостоятельность Вам ведь не очень везет женщинами, верно? У вас будет много времени поразмыслить над этой теорией Теории действуют, Морс Нравится вам это или нет? Без них вы не услышали бы больше голоса Николь Кстати, она захочет меня видеть Ей нужна поддержка перед выступлениями Посмотрим, как она справится без вас Увидимся утром Наслаждайтесь оперой Сэр Все еще можете успеть на последней рейсе, Льюис Утром тоже подходит Я позвоню Есть шанс получить там место для меня? Я не против Надеюсь, мисс Боджи справится Как с ней все прошло, сэр? Неплохо Она провела ночь в доме дирижера Здесь, в Вероне Тогда кто вас ударил? Морин, кто же еще? Морин, кто же еще? Морин, кто же еще? Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok